Отсутствие новых идей или попытка повторить былый успех? Этим вопросом я задалась, когда Nokia перевыпустила легенду 3310, а затем культовый 8110. А теперь, когда мне для обзора дали новенькую Nokia 8 Sirocco, вопрос стал еще актуальнее. Если бы я составляла список самых классных телефонов прошлого, то 8800 Sirocco была бы в нем на первом месте. Altfagi наверняка помнят, как там работал механизм и с каким звуком телефон открывался и закрывался. Эх, золотые были времена дизайна. Не то, что сейчас – сплошные черные прямоугольники. Проверим, заслуживает ли Nokia 8 Sirocco носить имя той легенды. И начнем, конечно же, с дизайна. Первое, на что обращаешь внимание – несовременные пропорции. Это из-за ретроградского в 2018-ом дисплея 16 к 9. В остальном выглядит круто. Как будто цельный кусок вулканического стекла с тонкими прожилками металла по периметру. От последних, по правде, я не в восторге. Они острые на ощупь, кажется, что ладонь вот-вот порежут. Поэтому сразу же поместила новенькую Nokia в чехол, который производитель заботливо положил в коробку. Клавиши регулировки громкости и блокировки под стать рамки тонкие и довольно глубоко посажены. Поэтому пользоваться ими на первых порах не только непривычно, но и неудобно. Однако, поюзав его несколько дней, привыкаешь и уже не замечаешь этого. А вот привыкнуть к тому, что в этой модели нет привычного разъема для наушников, не было сложно. Этот вопрос решает неплохая фирменная гарнитура и комплектный переходник. Нужно быть готовым к тому, что телефон весьма и весьма увесистый. Этого не ожидаешь от таких габаритов. Это не минус, скорее наоборот, есть ощущение добротной и дорогой вещи. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP67. Особого внимания заслуживает экран. Тут у нас, напомню, соотношение 16-9, 5,5 дюймов и Full 3D Koning Gorilla Glass 5 покрытие. Экран закруглен. Прямо за грани, как в Самсунгах, не заходит, но все равно выглядит очень стильно. Но есть и нюансы. Технология дисплея – BioLED. По сути, это обычная LED-матрица, но на пластиковой, а не стеклянной подложке. Это и позволило сделать края дисплея закругленными. Но вот беда. На этих загибах искажаются цвета и отчетливо видна синева на белом фоне. На темных и цветных изображениях это практически незаметно. Цвета по-оледовски ядренные, отрегулировать цветопередачу к сожалению нельзя. Теперь о важных штуках, которые влияют на производительность. Этот красавец является частью семьи Android One, поэтому он, как и пиксели, получает новейшие обновления ПО прямиком от Google, а поверх системы нет никакой дополнительной оболочки. Бонус – безлимитное хранилище для фото и видео на Google диске. Отмечу, что тут у нас не самый мощный на сегодня процессор, а именно Snapdragon 835. Тем не менее, почти 210 тысяч баллов в Antutu очень даже достойно. К скорости работы никаких претензий, благодаря 6 гигабайтам оперативной памяти и 128 гигабайтам встроенной. Отсутствует слот для карты памяти и слот для второй симки. Автономность тут на пятерочку. Несмотря на то, что батарея на 3260 мАч, телефон может проработать с утра и до вечера в режиме активного использования. Под активным использованием имею в виду звонки, переписку в мессенджерах, залипание в соцсетях, проверку почты, музыку в метро и, конечно же, парочку селфи. А вот если вы не залипаете в телефон сутками напролет, то хватит и на дольше. Заряжается Nokia 8 Sirocco полностью за 2 часа 10 минут. Есть быстрая зарядка, за 30 минут смарт заряжается до 50%. Можно пользоваться беспроводной зарядкой. С дизайном и производительностью все хорошо. А вот что с камерой, а точнее камерами. Начнем с фронталки. Ничего особенного. 5 мегапикселей, неплохо снимает днем и похуже ночью. Поигравший со светом можно сделать хорошее селфи, но не более того. А вот основные камеры поинтереснее. Их тут сразу две, как и положено флагманскому телефону. Одна широкоугольная, примерно 25 мм EFR, 12 Мп, f1.4 с фазовым автофокусом. Вторая портретная, 13 Мп, 50 мм EFR и f2.6. Есть автоматический режим HDR, ручное управление, довольно быстрый автофокус, но в целом снимки довольно сильно уступают современным флагманским смартфонам, как при дневном освещении, так и в вечернее время. Вооружившись ручными настройками и точно понимая возможности камеры, с Nokia 8 Sirocco можно получить хорошие результаты. Но не надейтесь, что телефон все сделает за вас. Видео возможности хороши, можно выбрать на какой микрофон записывать звук, передний, объемный и задняя камера. Можно выходить в прямой эфир в YouTube или Facebook и снимать в 4K. Единственное, что расстраивает, так это отсутствие оптической стабилизации. С ней видео было бы более плавным и красивым, но чего нет, того нет. Возвращаясь к звуку, отмечу, что динамик в этом смартфоне вас точно порадует. Особенно, если вы любите разговаривать по телефону на улице, у дороги и в транспорте. Собеседника слышно отчетливо и переспрашивать каждое слово не нужно. Не обошлось и без ложки дегтя, этот прекрасный внешний корпус ощутимо греется. Греется во время скачивания приложений из Play Market, теста смартфона и игр, особенно если играть больше пятнадцати минут. В обычном же режиме, когда разговариваешь по телефону, залипаешь в соцсетях, обрабатываешь фотографии или слушаешь музыку, такого не происходит. Кстати, если вы следите за модельным рядом Nokia, то в курсе, что в прошлом году вышла Nokia 8, и Nokia 8 Sirocco является ее улучшенной и более дорогой версией с претензией на имиджевость. Вот уж сложно было себе представить 10 лет назад, что смартфон Nokia станет чем-то таким, что позволит вам выделяться среди сплошных айфонов и самсунгов. У Nokia 8 Sirocco есть все, что позволит вам чувствовать себя особенным, а на мелкие недостатки вполне можно закрыть глаза. А вот закрывать глаза во время просмотра наших обзоров точно нельзя. С вас лайк и подписка на канал, с меня новые интересные видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok